Его мать звали Ким Юн Хи и дожила она до 92 лет. Но тогда обстоятельства сложились так, что в 7-летнем возрасте Саша попадает в детский дом. Судьбе было угодно, чтобы он встретил здесь удивительного, доброго и настоящего педагога Ивана Вдовкина, который разглядел в нем будущего художника. И именно благодаря его рекомендации Саша поступает в Республиканский художественный колледж имени Пенькова на отделение живописи. Позднее придет опыт, а с ним и профессионализм. После окончания художественного училища учеба на отделении книжной графики Ташкентского института искусств и дизайна. В 33 года Александр Ли был уже принят в Союз художников, а затем стал членом Творческого объединения художников Академии художеств Узбекистана. Долгие годы Александр Владимирович Ли проработал преподавателем учебных заведений, которые закончил сам. Поэтому своим главным достижением он считает большое количество учеников, которые до сих пор помнят своего педагога. Продолжая знакомить с современными корейскими художниками Узбекистана, сегодня мы вновь приглашаем в Галерею изобразительного искусства на юбилейную выставку работ известного художника Александра Ли. В своем небольшом интервью Александр Ли поделился некоторыми секретами своей творческой жизни. Эта выставка для вас далеко не первая. Есть ли в ней что-то особенное? О чем она? Чему она посвящена? Получается так, что она получалась как персональная первая. Потому что до этого мы делали выставки. Вот, допустим, 50-летие я с кем-то делал, слегаем. 60-летие, да. Потом 70-летие. С семьей я делал выставку. На церемонии открытия выступила директор Галереи изобразительного искусства, доктор искусствоведения Камола Акилова, отметив, что Александр Владимирович Ли – это признанный профессиональный художник, чье имя ассоциируется с современным искусством художников Узбекистана. В работе выставки приняли участие известные художники, самые близкие люди, супруга, дети, внуки, коллеги, друзья и все, кто любит и уважает труд творчески одаренных людей. Он почти каждый год делал свои персональные и участвовал в каждой выставке. Вот последние годы, я помню, у них были семейные выставки. А вот сегодня я удивился, увидев его вот эти давние работы. Вот эти давние работы мне напоминают нашу молодость. Вот то, что мы прошли училище Бенкова, он раньше меня учился, но мы за ним. Мы учились в их работах, вот как они писали. Он такой человек, он всегда придет на помощь. Саша сегодня нас удивил своими работами, и я просто рад за него. В этом возрасте нам что нужно? Здоровья и долгих лет жизни, и что бы творил. В копилке художника Александра Ли уже имеется серебряная медаль Академии художеств. На этот раз за преданность любимому делу, высокий профессионализм, большой вклад в развитие искусства и в связи с 70-летием Александра Владимировича наградили золотой медалью Академии художеств Узбекистана. Что нужно настоящему художнику для счастья? Для счастья, настоящему художнику, вот для меня было достаточно, то, что были кругом добрые люди. «Прошлое – окно в будущее» – так символично назвал свою выставку Александр Ли, которая посвящена его 70-летию, из которых полвека он посвятил искусству. У каждого из нас есть в памяти картинки из далекого детства, образы родных мест, очертания пейзажа. Будучи коренным маргелланцем, Саша с детства влюбился в просторы родного края, и ему удалось в своих полотнах передать неповторимое очарование любимого города. Его работы – это удивительные отражения прошлого, которые заставляют задуматься и сразу вспоминаются строчки, которые стали эпиграфом к его юбилейной выставке. «Любите прошлое, когда оно вынырнет из нажитых глубин. Из древних чудесных камней сложите ступени грядущего». «В каком на стороне хочется обычно?» «Мне всегда хочется, чтобы была загадка, загадка в работах. И я так смотрю, и свои работы я посмотрел со стороны, я это увидел, что я, оказывается, добился». Этот юбилейный вернисаж – ретроспектива. Поклонники таланта Александра Ли смогли увидеть как его первые шаги в искусстве, так и работы последних лет – кисти зрелого мастера. Поэтому у зрителей есть хорошая возможность познакомиться с его картинами и составить свое мнение о различных периодах творчества художника. Александр всегда писал для души. В его живописных и графических работах нет однообразия, и в каждой работе удивительная энергетика. Поражают точности его штриха, которым он изображает человека, в котором сразу видна суть. Далеко не каждому художнику это дается с такой легкостью. «Оценка зрителя для вас важна?» «Конечно, важна, но самый-самый такой строгий оценщик – это я сам». Как известно в изобразительном искусстве Узбекистана, художественная династия Ли – это уникальный феномен единства талантливых и гармоничных мастеров. Это удивительно сплоченная семья. Они интересны вместе и каждый в отдельности. Объединяет творчество таких разных художников общий дух, интерес к людям, душевная открытость, трудолюбие и активная жизненная позиция. Ваша жена тоже художница. Не трудно жить в семье, где одни художники. Ну как получилось, мы учились вместе, да. А среда была интернациональная. Я как-то так здесь дома приехал, да. Встретил ее, влюбился вместе. И я считаю, что быть женой художника – это очень трудно, сложно. Я ее понимаю. На протяжении всей жизни он всегда нас поддерживал. Он всегда… И причем как-то он это все проводил через себя. И вот когда мы это все собрали, просмотрели, как бы аннотировали, списки составляли, это очень такая рутинная, сложная работа – подготовить выставку. Вы знаете, у меня вот создалось ощущение, что он, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства жизни, ни на какие ситуации, а в жизни всякое бывает. И наша ежедневная рутина, она бывает очень разная. Он сохранил, он культивировал, и он сохранил в себе, вы знаете, свободу. Он и стал-то художником, потому что в нем очень крепок, как бы вот это стремление и дух к свободе. И именно творчество ему дало свободу самовыражения. Вот что он хотел, то он и писал. Что его волновало, то он и делал. И вот в его картинах, во всех его картинах, отразилась, вы знаете, эпоха. Сам он говорит, что его творчество между черным и белым. Действительно, как бы черное и белое – это то единство, и то необходимое, что всегда есть. И в искусстве, и в рисунке, и в графике. В живописи тоже. Между черным и белым весь спектр цветной. И когда он как бы определял вот это инь и янь, вот это то, на чем он основывал свою творческую, скажем так, биографию, вот это то, что его волновало, и то, что он сделал. Я была крайне взволнована, когда собиралась выставка. Выставка – это другое, чем просто работа художника. Выставка – это уже действие, это уже акт искусства, акт гражданина. Это очень много. Поэтому, когда я увидела экспозицию в целом, я была просто рада, что его, как художника, показали прекрасно, полноценно, вот со всеми его достоинствами, со всей его красотой, тонкой палитрой, с его вот этим, может быть, контрастом в жизни. Он не приемлет, понимаете, он не приемлет то, что безнравственно, он не приемлет подлость. У него есть черное и есть белое, и это как бы в его работах тоже отражено. Картины Александра Ли неоднократно экспонировались на центральных выставочных площадках как у себя на родине, так и за рубежом. В экспозиции представлено более 80 картин. Это холсты, акварели, рисунки, эстампы в авторской технике исполнения. И, безусловно, такой весенний вернисаж, посвященный празднику Навруз, стал приятным событием в культурной жизни нашей столицы. Я хочу, чтобы был мир на этой земле, и чтобы люди творили прекрасные дела. Мир меняется после каждой прочтенной книги, после каждого просмотренного фильма, и, конечно же, после каждой увиденной выставки. Юбилейная выставка наглядно показала, что Александр Владимирович Ли по-прежнему активен, вокруг него всегда много друзей, быть может, потому что он относится к той славной когорте талантливых художников и творческих людей, которые созидают, творят и вдохновляют. Я хочу пожелать всем, в первую очередь, конечно, здоровья. Всем абсолютно. И чтобы вот уважали стариков, чтобы уважали младших. Старики уважали младших, младших уважали стариков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok